В эфире по ДИИ на телеканале ЛОД, студии Юлия Бетимирова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Областная власть приглашает крупные предприятия к сотрудничеству. Когда в городах области заработают государственные реестры. Благотворительный концерт Анастасии Приходько в Северодонецке. В Луганской благосадминистрации прошло совещание первого заместителя губернатора Елизаветы Пушко-Цебуляк с руководителями крупных промышленных предприятий. Какие темы волнуют промышленников и чем им может помочь областная власть – далее в сюжете. Плохие дороги, отсутствие внутриобластной кооперации, перебой с электроэнергией, отток кадров, спорные штрафы налоговой – это не полный перечень проблем, которые областная власть предлагает руководителям крупных предприятий региона решать вместе. Ситуация, которая складывается сейчас, она не создает условий для привлечения внешних инвестиций, а если их не привлекать и не вкладывать ресурсы в развитие производства, то это вопрос только времени, когда предприятие исчерпает тот резерв или тот потенциал. Чтобы этого не случилось, областная власть предлагает действовать. Визначим, что мы решим адміністрацию, где мы с податковой, с другими контролирующими будем разбираться самым жестким шляхом. Створим мы с вами разом инициативную группу и готовим закон про вольно-экономическую зону. Я думаю, что это месяц, максимум терміну нашему департаменту и всех, кто хочет до этого процесса долучиться. Створим координаційну раду с виконавчим органом, яка займається не на папере, а на программе, а внутрішнюю кооперацію. Итогом встречи также станет создание ассоциации крупных товаропроизводителей и бюджета образующих предприятий. Галина Горечняк, Вадим Цветков, ПОДИИМ. Обязаны зарегистрировать депутатам Горсовета. 24 ноября Донецкий апелляционный административный суд, который находится в Краматорске, принял решение отозвать апелляционную жалобу председателя Северодонецкой городской избирательной комиссии Александра Урядова о лишении Сергея Шахова депутатского мандата. Производство по этому делу закрыто. Цитата. «Сегодня мы одержали победу над бывшими регионалами и недобросовестными представителями демократических партий. В частности, речь идет об Александре Урядове, который, прикрываясь батькивщиной, занимается умышленным вредительством всем демократическим силам в Северодонецке. Надеюсь, сегодняшнее решение суда еще раз докажет многим, что украинские суды наконец-то начинают работать без коррупции и принимать решения согласно действующим законам», сообщил Шахов на своей страничке в Фейсбук. Принятое решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Уже завтра Сергея Шахова обязаны зарегистрировать депутатам Северодонецкого горсовета. Лисичанские власти лучше всех в области справляются с организацией процесса регистрации бизнеса и недвижимости. Раньше этим занималось Министерство юстиции. А представители Министерства информационной политики не появляются в области. Такая информация прозвучала на заседании коллегии облгосадминистрации. Подробности знает Наталья Войнова. Местные органы власти области тормозят государственные реформы. Большинство не спешат брать на себя полномочия Министерства юстиции по регистрации недвижимости и бизнеса. Как сообщила руководитель областного управления юстиции Татьяна Филадова, сотрудники четырёх районов вообще не явились на обучение. Также не все районы подключились к госреестру. Положительный пример – Лисичанск. Говорили и об информационной политике. Количество газет уменьшилось в три раза. Не решены вопросы покрытия области теле- и радиосигналом. «Вид нас залежит, в принципе, только выработка контента. Его вознесение залежит от концерна РРТ. Погоджение новых частот або каналов залежит от УДЦР. УДЦР погоджуется все с Генштабом. Это очень тревожные и сложные процедуры. За весь час я ни одного раза не поспілкувался с Министерством информационной политики, которое было создано, в принципе, для Луганской и Донецкой областей, враховывая этот сложный информационный старт». Члены коллегии решили инициировать проведение в Северодонецке выездного заседания по работе средств массовой информации. Наталья Войнова, Вадим Цветков, Падеи. На коллегии также обсуждался вопрос о создании областного перинатального центра третьего уровня в Северодонецке или Лисичанске. Городским властям этих городов дано поручение подготовить предложение для рабочей группы. Это еще не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске вы узнаете о таком. Пьяные боевики ЛНР избили несовершеннолетних студентов. На оккупированных территориях у медиков и учителей 9-месячный долг по зарплате. Переселенцы в Луганской области осваивают новые виды деятельности. Анастасия Приходько приехала в Северодонецк с благотворительным концертом. Северодонецкие парикмахеры успешно выступили во всеукраинском чемпионате. Учителям и медикам на оккупированной территории 9-месячный долг по зарплате отдать до сих пор только обещают. С 1 декабря в незаконный ЛНР повысят цены на проезд. Банда пьяных боевиков в поселке Комиссаровка избила студентов колледжа. Подробно об этом в обзоре далее. В незаконной Луганской псевдореспублике с 1 декабря хотят повысить цены на проезд в троллейбусах. Как сообщают сепаратисты из Федерации профсоюзов ЛНР, посоветовала пересмотреть цены главам самозванцев администрации правительственная комиссия. Также эта комиссия рекомендует пересмотреть льготные категории граждан. Простыми словами, сепаратисты-чиновники решили нагреть руки и на повышение стоимости проезда, и на отмене льгот. В очередной раз деньгами давно уже нищих местных жителей хотят наполнить свои карманы. Правда, самозванцы эти действия благородно называют сохранением системы троллейбусного парка. Напомним, льготный проезд в автобусах и маршрутках уже отменили. Девять месяцев без заработной платы. Незаконной ЛНР работникам бюджетных организаций, учителям и медикам так и не выплатили зарплату за должность за период с июня 2014 по апрель 2015 года, сообщает Инфоньюз, передает трибун. Программа от республики по погашению долгов, которую так яро представляли сепаратисты-чиновники, так и осталась пустым обещанием. Получить все деньги учителям, медикам, социальным и другим работникам не получится. Об этом свидетельствует постоянный перебой с зарплатами бюджетным организациям. Потому что деньги мнимой республики, как и программа по погашению долгов, вымышленные. Не выполнять обещания давно прочно вошло в обязанности главарей террористов. Пьяные ЛНР-овские боевики избили студентов колледжа. Об этом пишет информатор. Террористы в поселке Комиссаровка Перевальского района обустроили жить в подходящем для них помещении бывшей исправительной колонии. Накануне после очередной попойки банда пьяных террористов вышла на улицу города. Там они пристали к компании молодых людей и устроили драку. В результате были сильно избиты несовершеннолетние студенты местного колледжа. Заместитель директора учебного заведения написала заявление в самозваную военную комендатуру. Но никакой реакции со стороны главарей боевиков нет до сих пор. А реакцию от самих пьяных наемников ждать не пришлось. Они из стрелкового оружия обстреляли здание колледжа. Это не первый случай издевательств над людьми, но защиты им ждать неоткуда. Местные жители боятся выходить на улицу. Собственным бизнесом может стать творчество. Это подтверждает очередная история наших журналистов об инициативных переселенцах. Героиня, которая из-за войны пережила тяжелую депрессию, теперь делает сувениры своими руками и проводит праздничные представления для детей. Шоу мыльных пузырей видела Наталья Войнова. В костюме ангела Наталью Коваленко в родном Луганске не видел никто. А в Белокуракино именно в таком образе она частый гость на детских праздниках. В этом небольшом посёлке городского типа её шоу мыльных пузырей стало настоящей сенсацией. Идею своего заработка Наталья увидела в интернете. Там же купила необходимые принадлежности за деньги гранта и сама научилась делать шоу. В перерывах между представлениями мастерит свадебные аксессуары, украшения и сувениры. По словам Натальи, именно творчество помогло ей справиться с тягостными воспоминаниями о войне. Когда я приехала, у меня была ужасная депрессия. Я не могла ничего делать, не разговаривать. А потом поняла, что нужно что-то делать для того, чтобы забыть всё неприятное, что происходит. И я начала делать украшения под заказ. В Луганске Наталья работала библиотекарем. После переезда увлечение поделками также стало новым источником заработка. Организовала кружок здесь детский, такой называется «Творчая мастерня». Очень много деток приходило ко мне. Сейчас также я веду этот кружок. Он продолжается только у нас здесь, в детской библиотеке. Благотворительная организация «Мерси Корпс» помогла уже нескольким тысячам переселенцев стартовым капиталом. Её сотрудники говорят, что готовы поддержать любую идею, реализация которой поможет прокормить семью. Мы хотим, чтобы эти средства помогли именно получателям и их семье. Но, конечно, мы тоже надеемся, что они могут дальше делать вклад в местную экономику. И с проекта, который мы сегодня увидели, это очевидно, что могут. Переселенцы-предприниматели благодаря таким проектам зарабатывают для себя и пополняют местные бюджеты. Наталья Войнова, Илья Трофимов, Падии. В рамках концертного тура по Луганщине в Северодонецке выступила певица Анастасия Приходько. Вместе со зрителями положительные эмоции получила и наша съемочная группа. С благотворительным туром «Героин и Мерайт» в Северодонецке выступила Анастасия Приходько. Певица считает, что её творчество может быть полезным при фронтовой зоне. Музыка, она всегда является поддержкой. И даже если вы исторически вспомните, то в блокадном Ленинграде звучала музыка Штрауса. Анастасия уже третий раз выступает в Северодонецке. Звучали и известные песни, и новые. Подарком для северодончан стали композиции из репертуара Виктора Цоя. Он – кумир певицы и многих зрителей в зале. Главную композицию «Героины и Мерайт», давшую название Туру, зал слушал стоя. Первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Елизавета Пушко-Цебуляк поблагодарила певицу за укрепление культурных связей и национального единства и вручила грамоту. Зрители также не скрывали восторга от концерта. Миллионы эмоций, одна из любимых спевачек, поэтому все просто супер. Мне все понравились, хорошие песни, хоть чуть-чуть взвеселили душу. Я поражена исполнением, звуком и передачей того настроения, эмоций зала и от зала к ней. Певица продолжит тур по другим городам Луганской и Донецкой областей. Анастасия Волкова, Илья Трофимов, Падии. Парикмахеры из Северодонецка успешно выступили на чемпионате Украины по парикмахерскому искусству «Чаревна-Заческа-2015», который прошел в Одессе. С победителями общалась наша корреспондент. Парикмахеры из Северодонецка приняли участие в 18-м всеукраинском чемпионате по парикмахерскому искусству «Чаревна-Заческа-2015». Для участия в таких соревнованиях нужно не только быть профессионалом, но и иметь специальную подготовку. Мы приготовили участницу, натренировали ее полностью, от начала до конца, по всем баллам, по всем молекулам, по всему образу. Я участвовала в технической категории женской номинации. Мне давалось 20 минут для того, чтобы собрать модель. То есть она была полностью с мокрой головой, я должна была ее высушить, а затем собрать данную прическу. Тренер Елены результатом довольна и считает призовые места заслуженными. Она этого заслужила, она отработала на все миллион процентов, она выложилась и она доказала то, что она заслуженно заработала эти 30 баллов, максимальный балл. Команда начала подготовку к другим конкурсам и фестивалям, которые состоятся уже в следующем году. Юлия Тенева, Роман Царевский, ПОДИИ. И в продолжении выпуска новости за рубежом. Самолет России и воздушное пространство Турции не нарушал. Это турецкий самолет нарушил авиапространство Сирии. Такое мнение высказал начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской передает рупор Кремлям Первый канал России. Также указывается, что аргументация турецкой стороны по сбитому Су-24 неадекватная, а сбивать самолет формального повода недостаточно. По данным радиолокационной разведки аэродрома Хмимим отмечен факт нарушения воздушного пространства Сирии атакующим самолетом военно-воздушных сил Турции. Этот факт расценивается как грубейшее нарушение норм международного права с самыми тяжелыми последствиями и прямое нарушение меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике. Напомним, вчера, 24 ноября, Турция сбила российский Су-24 у границы с Сирией из-за нарушения воздушного пространства. Два пилота, которые были в самолете, катапультировались. Один из них был захвачен сирийскими туркменами. И о погоде на 26 ноября в Луганской области облачно с прояснениями ночью и днем осадки. Снег с дождем местами сильные. Ночью и утром налипание мокрого снега на дорогах Гололедица. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5, днем от 0 до плюс 5 градусов. В Северодонецке температура воздуха ночью от 0 до минус 2, днем 3-5 градусов тепла. В Луганске температура воздуха ночью от 0 до минус 2, днем 3-5 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOTAL.GUA и в новостях Радио Курс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова